Мистер будущий лещ Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Мир труд мои, братцы! По вашим многочисленным просьбам, вместо карфишинга, я приехал на обычную классическую фидерную рыбалочку. Причем она такая у нас сегодня в экспресс-методе, без каких-то хлопотных, как считаете правильно сказать, дел. То есть мы приехали потестировать прикормку и порыбачить на озеро, которое находится буквально в 15 минутах от моего дома. Что получится, то получится. Так сказать, на солнышке погреться, клещей покормить. Благо их тут, конечно, тьма тьмущая, поэтому, братцы, с клещами поосторожнее. И это будет, наверное, самый простой и быстрый из всех моих сеансов замешивания прикормки. Что у нас сегодня в программе? У нас сегодня две предсерийных истории. Пока не в этой пачке, пачка будет другая. Но мне вот ребята на производстве нафасовали. Одна серия называется Dark Brim, другая называется Sweet Brim. Я сейчас просто замешаю две этих прикормки, вообще без каких-либо ароматизаторов, добавок и всего прочего. Исключительно ради того, чтобы протестировать их в чистом виде. Как они будут работать. Будет на них клевать, не будет, разбираемся. Корректируем, стремимся, как говорится, сделать наилучшим образом. Поэтому, если вдруг сегодня будет без клева, не судите строго. Итак, начнем по порядку. Первая из них, это Sweet Brim. Пока эта прикормка в коричневом цвете, это классическая история лещевая. Тем ребятам, которые любят Сенсос Брем, она будет знакома. Коричневые нотки, такие слегка карамельно-коричневые, я бы желаю сказать. Отдаленная нотка цитруса, чуть-чуть вдалеке, но в основном это корица. Пока в заводской истории она у нас коричневая. Но я думаю, что возможно мы со светом и с добавками еще поиграемся. Но тем не менее, корм такой, чисто лещевой и коричневой направленности. Это будет первый корм. Сладкий, мелко-средняя фракция, весьма равномерная, то есть такая классическая, классическая лещевая история. Я ее через сито всю прогнал, как бы, ну и тут по сути ничего не остается, потому что прикормка экструдированная. И вторая прикормка, это Дарк Брим. В чем смысл Дарк Брима? Я думаю, что ребята старой школы, те, кто ловят фидером не последние пять лет, а ловят фидером чуть дольше, должны помнить, что такое легендарный браунинговский Гранд Слэм. Вот это вот такая шоколадно-карамельная прикормка, которая вообще не щадила лещей на всех водоемах, на которых я ловил. Поэтому, разрабатывая этот корм, я вдохновлялся Гранд Слэмом и хотел не то, чтобы повторить, но определенно вспомнить волшебную вот эту историю. И, мне кажется, наш рыболовный мир прямо нуждается очень сильно в том, чтобы прикормки, вдохновленные Гранд Слэмом, вернулись на наши водоемы. Темный корм, шоколадно-карамельный, сладкий, мелко-фракционный, чуть-чуть мелко-среднефракционный. На моей памяти просто лещи сходили с ума от него. Поэтому вот таких два корма я сегодня замешиваю. В целом прикормка смешается между собой и будет достаточно темного цвета. Коричневая и черная, но еще раз говорю, цвет первой прикормки пока еще в разработке. Пока мы ее еще доводим. Но в целом корм получается такой достаточно темный, ровный, спортивной направленности. Вот такая вот красота. Что и как будет, посмотрим уже дальше. Все, братцы, я ничего не добавляю. Никаких ароматизаторов, никаких добавок, ничего. Нам нужно посмотреть, как работает вот эта комбинация. Увлажнение, самая банальная водичка. И ничего больше. Небольшими порциями. Без шурика, вручную. У нас для этого есть сито, которое нам поможет разбить комочки, образовавшиеся. Ну и плюс есть волшебная пятерня изобилия, которая в состоянии, как любой титановый венчик шуруповерта, проникать в корм и бурить его изо всех сил. Немножечко водички еще. И пятерней, мощно погнали крутить. В общем, к разработке прикормок мы пришли по вашим просьбам, братцы. Не планируем абсолютно завоевывать рынок. Делаем неспешно, с чувством расстановкой, чисто для души. То есть история вообще, скажем так, не про коммерцию, потому что, благо на рынке рыболовных продуктов есть очень сильные прикормочные бренды всякие разные. У них очень хорошо получается. Поэтому мы, скажем так, больше для себя. Знаете, как продуманные такие вот дябчики и детки водочку с домашнего делают? Ну как можно побороть там Финку, всякие русские стандарты, все другие бренды? Да никак, смысла нет бороться. Просто делаешь для себя в удовольствие. Такое-сякое. Хочешь, чтобы было вкуснее, немножечко добавил листика, вишенки, наливочку, настоечку, хреновушечку. То есть крафтовая история для души. Значит, немножечко расскажу я про озеро. Озеро весеннее. Естественно, с мелкого берега я подошел. В районе двух метров глубина. Рыба скоро будет нереститься. И ей нужно сейчас греться, питаться, готовиться. И она должна сейчас на более мелких участках проводить большую часть времени. Поэтому решили встать на мелячке и посмотреть, что и как. Корм подпевает. Потребуется два увлажнения. Первое вот я сейчас провел. Чуть протираю его. Исключительно так, вручную. Большие комочки, чтобы разобрать. Сейчас дам еще увлажнение небольшое. Еще пробью руками. Опа. И уже загоню его на сито. И после сито дам ему возможность какое-то время постоять. Ввиду того, что глубина небольшая, я не вижу смысла корм увлажнять слишком сильно. Хотя есть риск, конечно, на слабо увлажненном корме собрать уклейку. Но, я думаю, что если приплывет рыбка потяжелее, она ее все равно должна будет прогнать. Вероятно. Надеюсь. Опа. И сейчас тиранем через сито нашу прикормочку. Если приезжать на рыбалку без шурика, а просто замешивать корм вручную, то история с ситом является одной из самых важных. Идеальное сито для всего этого дела. Такое, чуть больше трех миллиметров, где-то в районе четырех. Вот вообще. Через него хорошие качественные корма, которые не насыщены мусором. Упс. Тереть одно удовольствие. В том числе и метод-миксы. Вот. Аромат стоит вообще волшебный. Смешался запах корицы, шоколада, карамели. Все то, что мы любим. Надеюсь, рыбке это тоже придется по вкусу. Так, сейчас я тирану и расскажу про живые компоненты. Потому что какая бы прикормка волшебная ни была, без живых компонентов, современная фидерная рыбалка, ну, не то, чтобы не иметь смысла, но смысл этот весьма и весьма слабо прослеживается. Так. И последнее. Буквально два килограмма корма. Я думаю, сегодня хватит душеньку отвезти, полдня посидеть, отдохнуть, погреться на солнышке. Ну, а потом уже нужно будет отправляться разжигать мангал и готовить ужин для семьи. Так. Есть тирану. Сейчас очень все красиво, рассыпчато. Прям так, ну, приятно копошиться в корме. Такой вот он. Пушистый. Красивый. Ну, мне на ощупь нравится. На фракцию мы вышли на хорошую. Фракция хорошая. Мне она как бы импонирует. Есть контакт. Итак, по живым компонентам. Все более чем просто. Мотыль прикормочный. Обычный, классический. Единственное, что он не лиманский, а это мелкий речник. Как бы удалось достать хорошо. Обычно, как бы, с мотылем проблемы. Это только в Москве есть мотыль. С утра до вечера, круглый год. В маленьких городах с мотылем не так все просто. И опарик. Обычный, классический, белый, его величество, опарик. Все. Больше ничего сверхъестественного у меня в корме не будет. Подытожим. Прикормка. Черная, dark brim. Прикормка, sweet brim. Одна с ароматом корицы, другая с ароматом карамель-шоколад. Вместе они смешались и получился обалденный купаж. В качестве прикормочной фракции дополнительно мотылик мелкий, речной. И опарик, если понадобится. Ну, скорее всего, он будет просто на насадке. Вот и вся моя простая рыбацкая схема. Я не буду вас томить долгим ожиданием, братцы, там, второго увлажнения. Увлажнюсь чуть позже. Ну, на данный момент уже приблизительно понятно, что по прикормке. Экспериментальные серии нашей ФФМ-ской сыпухи. Ну, что делать? Раскладывать снасти и в бой гореться на солнышке. Ну, вот мы и стартуем. Я сегодня налегке, на сверхлегкой платформе, так, грубо говоря, на картах рыбалка на картах. Дистанцию, так как это озеро и дно песчаное, особо, как бы, привязки к рельефу нету. Я просто выбрал комфортную для своего удилища. То есть, на данный момент это навскидку метров 30, может быть. Вот. Стартовый обильный закорм я делать не буду. Просто с мотыликом, маленькими кормушками, по чуть-чуть аккуратненько, в неспешном режиме буду просто подкидывать для того, чтобы потихонечку кормить точку. Почему стартовый закорм я не хочу делать? потому что есть большой риск при подаче резкой обильной подачи корма навлечь уклейку. А нам как бы она не нужна. Поэтому маленькой кормушечкой аккуратно, просто с определенной частотой я буду работать. Да, такая тактика не сулит возможно очень быстрых поклевок. Такое возможно, да. Но зато и уменьшает риск того, чтобы приплыла вездесущая уклейка. То есть мы бы хотели, ну я бы сегодня хотел поймать рыбку поинтереснее, чем уклейка. Какую-то другую. Вот. Озеро это достаточно глубокое. Здесь есть глубины и там по 8 и по 6 метров. То есть но мне кажется, что весной даже не то, чтобы кажется, я даже уверен, что весной надо садиться на меляку. Меляка это ориентировочно 2-2,5 метра. 2-2,5 метра легкая, плотная, чистое, плотное дно без каких-либо перепадов и всего прочего. То есть мне кажется, рыбка должна сейчас греться и вот держаться вот таких мест. Это, например, если была бы сейчас осень или зима, холодное время года, то я бы, конечно, с удовольствием садился в глубокие места, искал бы такие приямки, какие-то такие места вот иллистые. Но в данный момент солнышко, тепло, погожий день и нужно, конечно же, искать эти места, где водичка прогревается лучше. А с учетом того, что ветра нету, сегодня штиль, повезло, очень комфортно ловить. Такие вот места прогреваются еще сильнее, еще лучше. это озеро, это стоячая вода и очень важный момент это то, как позиционировать свою снасть. А именно, что делать с квертипом после того, как заброс осуществлен. Мы часто пытаемся взвести снасть. Именно вот для того, чтобы добавлю одного опарика к своим мотылям, чтобы была такая комбинация более бутербродная. Вот. Чтобы насадка была просто заметней. Водичка весенняя, водичка еще такая не прозрачная, она не светлая и поэтому всячески пытаться выделить насадку это хороший тон. И в этом случае выделение опариком очень нормальная история. И вот важный момент, я отряхиваю кормушку от лишнего корма, чтобы этот корм после падения минимальным образом оставался в ярусе. Почему? Потому что чем больше корма будет оставляться в ярусе, тем больше пелагическая рыба будет приплывать на него. А нам пелагическая рыба не нужна. Я хочу поймать рыбку покрупнее сегодня. Поэтому обязательно отряхивать кормушку прям имеет серьезный смысл. Это важный момент. Многие рыболовы этого не делают. Потом удивляются почему уклейка донимает. Если есть желание поймать рыбу более тяжелую и не опустить на дно пелагическую рыбу уклейку мелкую плотву мелкую красноперку то прям настоятельно рекомендую уделить особое внимание тому чтобы кормушка оставляла как можно меньше прикормки после падения в воду и пока она будет заглубляться и тонуть. Так вот в контексте позиционирования удилища ловля на стоячей воде подразумевает очень важную офигенную опцию которой мы все с вами порой не пользуемся а именно ловля в провис я считаю что вообще не стоит стремиться взводить кивертип после заброса когда ловишь в настоящем водоеме такие рыбы как лещ карась порой крайне щепетильно относятся к тому как чувствуют натяжение то есть он берет насадку и вот скользящий скользящий монтаж заведенный кивертип и вот рыба такая тык тык контакт и отпускает я думаю все мы знаем вот эти моменты когда вот ты стоишь у тебя оп качнуло кивертип и бросило качнуло и бросило и ты не понимаешь маленькая это рыба большая рыба какая-то рыба неизвестно поклевка не состоялась рыбе нужно давать пространство для того чтобы она могла взять насадку в рот и беспрепятственно проплыть какое-то время при этом закидывая ее дальше по саморотовому аппарату поэтому при ловле на стояке стояк позволяет несмотря даже на легкое ветровое течение сейчас я об этом тоже расскажу имеет смысл ловить всегда в провис кивертип вообще не надо взводить при этом кстати порой даже не важно какой толщины какой диаметра и мощности кивертип то есть грубо говоря можно ловить 5 унциевым кивертипом великолепно леща если ловишь провис вот 0,005 унции можно взять там какой-нибудь не карбоновый а стеклопластиковый сверхмягкий кивертип и пятерку такой дрючок и так и так можно получать поклевки рыбы единственное что вот у меня сейчас ветровой дугой чуть выдуло я переложил и как бы такой змейкой уложил назад шнур на воду чтобы у меня он был в провисе вот и все шнурок лежит на воде на пленке воды абсолютно беспрепятственно попадает рыбе в рот насадка она начинает забирать вот сразу сразу поклевка вот я вижу поклевку даже не по кивертипу а по натяжению шнура это возможно может быть там маленькая рыба несомненно вот но фишка в том что самых больших лещей в стоячей воде я крас ловил на жестком провисит провисит прям даже ненормальный такой чтобы леска может вот так вот лежать на пленке воды бывают там вот поехала 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 оп оп поклевочка то есть леска может лежать просто на пленке воды и при этом может казаться что поклевку не видно нет ее можно увидеть это будет великолепно заметно все просто потому как уезжает непосредственно сама плетенка то есть поклевку можно замечать по движению плетенки киртип здесь даже не участвует то есть определение поклевки методом киртип в данной ситуации ух ты кто к нам приплыл здравствуйте паренек какой определение поклевки в этом случае достаточно просто движение шнура просто нужно приноровиться ну какой ух ты тюх 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 парень какой мистер будущий лещ круто подлещик клюнул плыви бро сопливенький отлично с почином так вот поклевка произошла на полном провисе то есть я увидел как змейка лежащего на поверхности шнура просто начала плавно уплывать киртип стоял вообще даже не качнулся конечно тяжелая рыба при такой поклевки может прям загнуть и вообще уехать уверенно но прямо настоятельно рекомендую в таком случае ловить с провисом и одного опарика вот так вот для того чтобы выделить насадку есть будем надеяться что подлещик у нас не последний сегодня щик еще такая история есть после подлещиков нужно всегда обязательно обязательно стараться очищать леску потому что часто остаются вот эти остатки слизи и они на самом деле мешают снасть может запутаться или просто они болтаются мешают реализации поклевки вот после заброса приводилась снасть я чуть-чуть натянул леску для того чтобы большую часть дуги утопить потом чуть-чуть поворачиваю вправо против течения для того чтобы выровнять приблизительно направление два буквально оборота и оставляю снасть в провисе для того чтобы дожидаться следующей поклевки тяжелые лещи кстати так ну это я совсем уже грубанул с провисом это уже мега провис вообще как когда начинает поддувать ветер и образовывается вот эта вот ветровая дуга тогда конечно провис уменьшается но если стоит полный штиль есть возможность положить почти всю леску в провис или шнур точнее это имеет смысл делать и на соревнованиях очень часто такое происходит можно приготовить супер классную прикормку попасть в живые компоненты сесть в хороший сектор все сделать идеально но не почувствовать вот этот момент контакта тяжелой рыбы особенно вот лещей больших и вот настоящей воде просто происходит тык тычок и поклевки нету ты сидишь ждешь вот сейчас выдуло боковую ветерочек подзадул выдуло боковую дугу я сейчас в правую распоравил и назад уложил и у меня опять сейчас будет лежать леска на воде вот так вот потом ее чуть сдует опять под ветровой дугой я ее опять аккуратненько чуть подровняю и вот ну да приходится это делать это такой процесс как бы рыбалки такой же как и перезаброс но контролировать провис это прям очень хорошая история и можно получить поклевки тогда даже когда у всех остальных ребят вообще может не клевать просто лишь потому что у леща такое настроение лещ подлещик особенно щепетильный крупные лещи так вообще бывает такой короткий контакт тычок и нет больше ничего и ты сидишь гадаешь что как там дипуешь пытаешься там играться с насадками что-то колдовать а на самом деле там и поводками играть а на самом деле нужно просто порой поиграться вот с этим провисом вот этим отличается канал в Минске за Славль прям очень хорошо вот прям на Липецке на всероссийских соревнованиях в прошлом году эта тема тоже была интересно наработала поэтому настоятельно рекомендую сразу скажу это визуально пугает потому что как бы казалось бы квертип хотелось бы взвести вот видеть вот этот вот вот этот вот контакт а вдруг обсосет насадку а ты не увидишь как бы да несомненно когда ловишь плотву уклейку красноперку активную рыбу да там натяжение играет роль на самом деле потому что быстрая поклевка происходит быстрый контакт с рыбой но когда ловишь или собираешься ловить рыбку потяжелее покрупнее понарядней и вот когда возникает уже вот эта пауза и происходит понимание того что на точке рыба уже селекционная хорошая провис просто must have настоятельно рекомендую водичка такая слегка мутновато для весны это нормальная история абсолютно потому что с безберегово подтекает немножечко там вода еще не в своем не в летнем уровне вот какие-то подергивания все это даже кстати тоже заметно вполне себе неплохо даже на провисе так вот в такие моменты имеет смысл вот по весне еще насадочку конечно же выделять почему потому что рыбе нужно помогать найти ее а мы можем выделить насадку размером что не всегда является рабочей историей потому что рыба бывает хочет кревать на маленькие насадки мы можем выделить насадку цветом что сводится практически на ноль когда глубины чуть больше света чуть меньше и вода непрозрачная и ароматом вкусом для этого как раз у нас есть всякие разные дипулечки вот что тут первая под руку попала клубника казалось бы карповая история спрейчик клубничный обычный обычный необычный но я наверное на следующий раз просто на встречном перезабросе попробую продиповать пока вот тут пусть стоит опа поклевочка загиб ух ты кто-то там сражается есть так уваживание рыбка некрупная ну такая боевая как-то бьется как красноперка вроде я не знаю ну пока не знаю что за рыба но сражается а нет а просто я понял просто перехлестнулась снасть из-за из-за этого фидергам не работал и вот этот маленький подлещичек давал такой контакт сильный оптих-тих-тих-тих и дал дал бой и было ощущение что ловится крупная рыба а на самом деле рыба такая полетели подлещичек мотылик посредственно у нас сегодня ну какой был в магазине я не могу сказать что это прям волшебный мотыль который крючки разгибает но жить можно вот так вот 4 одного опарика за тонкую часть потому что когда за тонкую часть он как бы мне кажется лучше шевелится вот так и клубничкой есть чуть-чуть на спрейл все и можно отправлять все это дело в воду кормушечку обязательно оттрусить лишнего корма чтобы ничего на пленке воды не оставлять ибо всякая мелкая уклейка она мгновенно скажет спасибо а так как мыло на малой глубине это уклейка мгновенно может опуститься в дно и вообще испортим всю рыбалку поверьте мне братцы уклейка в этом водоеме присутствует я это знаю это знаю мне ребята говорили что местные рыболовы что с уклейкой здесь все в порядке вот она нам не нужна мы сегодня хотим поймать лещиков подлещиков ну и что там еще что повезет завершая разговор про дугу хочу подытожить после заброса на пленке воды сверху лежит дуга она приобретает форму ту которая позволяет ей приобретать ветер то есть грубо говоря если ветер дует в определенную сторону он эту дугу с пленки начинает вместе с ветровым течением натягивать в какую-то сторону иногда имеет смысл не прибегая к подмотке просто аккуратно приподнимать удочку и перекладывать дугу на другую сторону естественно нужно не сорвать насадку монтаж со дна чтобы насадка лежала на месте вот особенно это важно делать тогда когда например какие-то там штырьки торчат там камышины какие-то шпучки из воды ну что просто снасть позиционировалась хорошо комфортно вот у меня например сейчас ветер дует в правое ухо и мне он эту дугу постоянно подбирает ну выдувает влево вот у меня провис полный рыба натягивает его и при этом поклевку очень даже хорошо видно значит был там контакт чисто по шнуру то есть не по квертипу а по шнуру но несомненно когда большая рыба клюет прям такая хорошая то там происходит все вот так еще увереннее эта тема такая чисто карповая потому что в карпфишинге ловля с провисом это просто как отчинаж когда мы ловим на флэдфидер к примеру ловля с провисом она просто обязательно по другому по другому и быть не должно как некрупно рыбка клюнула вот нужно обязательно ловить с провисом это прям такой секретный секрет не важно какая у тебя прикормка если ты ловишь чик ну подлещики третий дружок вот такой козлик опа тик 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 позируй быстренько прославишься вот такой паренек но нам нужны ребята покрупнее так вот при ловле флэдфидером в карповой теме провис это прям мастхев это такой секретный секрет который важнее прикормки прям вообще можно не стесняться провис такой может быть прям дичайший ну даже неприличный вот так вот леска упала и по воде там ползет рыба клюнет и когда она клюнет она уедет это будет прям заметно очень-очень хорошо у меня один только вопрос подлещик клубника где связь даже так представляю себе как типа в процессе эволюции лещи посещали и обносили клубничные грядки то же самое это амур и ананас амур и прям в теме да ананасовая история дистанция комфортная если был бы сильный ветер возможно для этой удочки бы было не очень хорошо и но сегодня у нас такой прям штилечек с легким поддумом правоухо и рыбалка мега комфортная просто погодка волшебная ловить прямо одно удовольствие удочка справляется и в целом приезжаешь на рыбалку и понимаешь что подбор снасти идеальный станция удилища размер рыбы все четенько наступает вот это тут я наверное сейчас должен сесть типа по-турецки или как это сказать ну и сделать там такой дзен рыболовин наступает топ-тема ждем поводочек я взял достаточно толстый у меня сейчас стоит поводочек 0,0,11 вот ну это такой серьезной толщины леска на которую в общем то можно вывести даже достаточно тяжелую рыбу еще раз говорю водичка весенняя водичка не самая прозрачная поэтому история с поводками не тонкими абсолютно нормально работает ну а там уже посмотрим красота погода стоит такая что даже если бы вообще не клевало по большому счету это бы не сильно влияло на мое настроение солнышко греет птички поют жить и помирать не надо был легенький контакт слегка вот сейчас приподняла шнурочек должен сказать что поклевки рыбы вот все которые были очень аккуратные то есть если бы у меня был заведен на киртип возможно я бы и не ощутил бы всего этого то есть вот эти особенно некрупные подлещики они имеют свой настрой и могут порой возюкать насадку туда-сюда до посинения это кстати история канала Заславль там конечно канал славится это в Минске он конечно славится там своими огромными лещами но он еще и славится иногда их отсутствием когда лещи закрывают рот на похолодание и результаты там соревнованиях делаются на вот таких подлещиках ну хлопики вообще такие козлики и вот они прямо очень интересные к ним там нужно прям подбирать ключик там губежка тоненькая ротик маленький рыбка некрупная и они такие там сюсюкают там бывает доходят до того что приходится прикормочного мотыля на крючок наживлять чтобы он вообще был очень очень деликатная ловля вот поэтому там все непросто так значит по моей снасти что я вообще сегодня и чем ловлю это отдельный разговор он заслуживает отдельного внимания значит что у меня за удилище сегодня ловлю волшебной удочкой Дренан Мачпро Комбо Кьювер эта удочка делается в 10 и в 11 футов у нее вставка серединная 10 футовая более короткая и под 11 более длинная потрясающее удилище старой английской школы сейчас таких удочек уже не делают сверх легкая сверх элегантная и катушечка у меня тоже из прошлого века вот это это дайвовская катушечка уже раритетная я последнее время залип на раритетной истории вот у нее такое красивая попка бирюзовая парашютер 600 очень элегантная красивая прикольная катушка мне кажется они великолепно друг друга дополняют это удилище и это катушечка шнур намотан у меня 16 либров основной и монтаж классический спортивный инлайн то есть обычный без отвода такой чисто лещевый на вертлюге с застежкой кормушка 15 граммов кусочек фидергамма и в данный момент вот 0.11 поводочек крючочек это у меня сейчас стоит овнер как 5300 если я не ошибаюсь вот такой хороший лещевый крючок меня на него подсадил такой же мой старинный приятель как и это удилище андрюха думчив привет ему вот а удилище это тоже непростое это удилище у него есть история это подарок моего близкого друга в ту эпоху когда я устроился работать в замиксе я многие свои удочки из коллекции продал всякие хардики дайвы престоны и такое прочее вот а эту удочку оставил потому что это подарок удочки с которым у меня с ней связан большой кусок вообще рыболовной жизни ловлю им не на соревнованиях ловлю им на рыбалках с чувством с расстановкой с удовольствием потому что удилище действительно шикарное еще раз говорю сейчас 2023 год и сейчас такие удочки не делают не в том смысле что сейчас делают плохие удочки сейчас делают другие удочки они возможно даже больше могут вот но в современных рудочках души меньше а это такая хорошая старая школа одно сплошное удовольствие с нет но в вот вот шикарная Субтитры подогнал «Симон» Сражается. Ух ты! Какой парень к нам наведался! Ой-ой-ой-ой-ой! А я думаю, что за боец-то? А это мистер Линь! Ха-ха! Крутяк! Вот это да! Вот это паренек! Заглянул в гости! А я думаю, такой боец прям! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Крутится, крутится, вертится! Этот такой парень, что может долго не успокаиваться! Ему с этой дистанции... Так! Опа! Да елки-палки! Скользкий, как не знаю кто! Дружище! Ну, попозируй по-братски! Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо! Не, ни в какую, да? Ой! Крутяк! Вот такой паренек! Мистер Линь! Глазик оранжевый такой, красненький почти! Какая рыба классная! Я не знаю, это моя самая любимая рыба на планете! Так! Глотнул глубоко! Надо будет сейчас доставать экстрактор! А где у нас экстрактор? А вот у нас экстрактор! Так! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти рыбалка уже удалось поймал меня рыбалка удалось он стоит еще не уплывает под берегом он хвостиком машет крутяк глинь вот это здорово это прямо эмоция номер один ну и себе был ответственным европейским производителем то на пачке прикормки я бы написал brim and tench в переводе с буржуйского языка tench это ли неожиданный гость душевный прямо радость одного опарика раз и спрейчиком сочно сочно клубнично стильно модно молодежно самое интересное что он до сих пор стоит под кочкой хвостом он машет неожиданная рыба конечно кого кого у меня я точно не ожидал поймать уфа сражаемся поклевочка бум-бум здравствуйте мистер лещ точнее скажем так мистер клуб крупный подлещик хорошенький хороший так не крутись не крутись соплями не раскидывайся и обращайся с рыболовами так как бы ты хотел чтобы они обращались с тобой видишь в нем лет паренек хотя не факт хотя не факт опа привет хорошенький подлещик а такой парень озерного роду племени все посверкал всеми бачками своими покрасовался так ты выплывать собираешься или тебе поглубже надо чего могу сказать ком-то работает нормально плывут бремес и и под бремес и лещики и подлещики бремес и и под бремес и но пока еще лещиков нету но под бремес и есть и даже ленек а не насадить ли нам какой-то хороший козырный мощный пучок такой тут пять звезд мишлен лучше бы прям вот так вот мотыль конечно такой жиденький скажем так откровенно видал я мотыли и поинтереснее но вот пучочек из скольки штук из уже девять чик оторвался вот так и вот этого красавца и конечно же клубнички сам бы ел все признаться честно но рыбе надо поэтому немножко щепоточку опарика в корм подкину небольшую я ловлю маленькой кормушкой и делаю это неспроста смысл маленькой кормушки в том что она падает воду тихо и аккуратно здесь глубина в районе двух метров для такой рыбы как лещ временами не всегда не не берусь утверждать что прям всегда но временами при ловле на малой глубине тихая подача корма имеет большое значение неоднократно замечал что шумное приземление приводнения точнее не приводить приземление приводнения кормушки отпугивала крупную рыбу вот а мне бы хотелось конечно еще покрупнее поймать хотя бесспорно вот этот подлещик был великолепный так вот маленькая кормушка при ловле леща на мелководье рабочая история аккуратненько тихо булькать бульк бульк не часто рыбка тогда не боится и даже можно ловить лещей на глубине которая оказалась бы для ловли лещей не всегда подходит или же наоборот использовать обильный стартовый закорм если того требует водоем там насыпать корма и потом вообще переходить на микро кормушку или там даже какой-то грузичек то есть так тоже можно работать но еще раз говорю водоемов которых много уклейки обильный стартовый закорм зачастую а порой неминуемо сулит то что уклейка может стать просто вот так вот три слоя и рыбалка будет сложнее почему сложнее потому что например крупная рыба если мы хотим ее поймать она любит например живые компоненты например мотылика я даю в корм мотыликов опариков вот то что по-настоящему рыбу еще и вставляет и удерживает то есть корма и привлекает но рыба должна мало то что заплыть она должна задержаться и вот ты кормишь 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 насыщаешь точку казалось бы до насыпаешь туда вот этих всех мотыликов опариков вот поклевочка мотыликов опариков и думаю что там что то есть а тем а тем временем уклеечное стадо просто все это разносит в дребезги и вот это казалось бы сформированный прикормочный стол насыщенный помимо корма еще и живыми компонентами выглядит гораздо более скромно чем мы предполагаем такая опа ух ты какой борзенький ночью без подсака скажем так на кураже ну давай опа я всегда когда подбираю рыбу на на кураже держу не за леску а за резинку чтобы все равно небольшая амортизация вот тут оставлю оставалось подобрал за самый краешей губы идеальная засечка красота весенние подлещики кричит отпусти мне дает брат у меня там дела ну что могу сказать четыре мотыля и 9 мотылей по камесь работают одинаково поэтому вывод будем насаживать 6 не вашим не нашим или наоборот и вашим и нашим так все равно пучочек должен быть как ни крути чем мутнее водичка тем крупнее насадка этот спрейчик не пшикает а он как бы дает вот такую как бы как вот не струю а данная на на струю отправим искать вот так вот то есть он такой не спреет а дает именно тоненькую струйку точечную это клан кстати классно очень удобно потому что упа тогда можно точно попадать на насадку а не заниматься тем что разбрызгивать себе света на одежду там куда-то мимо коса это такой деликатный момент и я считаю так правильно спрей должен не попадать туда куда ты целишься они вообще там обрабатывать всю территорию возможно и расход тогда его меньше гораздо то есть как бы экономнее подобно пшик пшик все мимо все все руки в спреи все в спреи в чем смысл а только струйка аккуратненько тень там на мотылика на дайте на кормушечку тень что кормушечку дал и красота так выровнять метровую дугу опа и провисит как я уже говорил все так вот прикормка прикормка работает нормально все рыбка плывет стабильные поклевки рыбка хорошая селективная лещики подлещики точнее подлещики бремес и подбремес и вот попадание хорошая вообще в целом я вот всю серию корма хочу просто адаптировать непосредственно подлещевую рыбалку почему потому что спорт это такая история когда нужно ловить вообще мелкую рыбу в высоком темпе но по большому счету я считаю что рыбалка это не спорт рыбалка это удовольствие то есть я конечно играю спорт все 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 этим занимаюсь но для души все хотят поехать и поймать лещей не плотву не мелкую рыбу не там какую-то там вот такую там пиндюрку потому что все мы мечтаем поймать тяжелую большую рыбу которая нам даст бой которая будет большая которая будет красивая которая будет сильная и интересная который нужно будет перехитрить и поэтому я рассматриваю прикормочную историю нашу адаптированную непосредственно под рыболовную тему под ловлю лещей селективную крупная рыбка вот вот такая история но это не значит что крупная рыбка это мы там взяли в пакет нарубили вот такого размера каких-то там кукурузин и вот типа это на крупную рыбу нет никаким образом я ловил большое количество крупной рыбы на очень мелкофракционные прикормки то есть крупная рыба это не просто это не разговор про фракцию корма а это разговор про его вкус насыщение его определенными ароматами какими-то пищевыми историями которые крупная рыба любит поэтому по большому счету вся эта серия которая будет в ней будет достаточно большое количество именно таких вот кормов лещева карасева вот таких вот не карпа почему почему потому что у нас для карпа есть в этот микс и вот и они великолепно собирают и ловят карпа то есть как бы этот порс уже закрыт по большому счету а вот конкретно лещовых историй вот их прям надо бы добавить поклевочка это какая резко и в большому счету у нас получается dark brim типа темный лещ потом будет история вот этот вот сладкий лещевый корм потом будет спать и brim то есть такой вот с ароматами там аниса фенхеля вот упа перехлёст какой-то аниса фенхеля вот вот этой всей истории вот это я тут конечно накрутил 1 кв раз вот сережка рассказывал про крупную рыбу а тут раз и густера такая приплывая сказала а мне пофиг сережка ты все равно глубине души спортсмен и я спортивная густера на которая делается масса результата на соревнованиях я категорически против для спортсменов корм тоже подходит короче говоря то есть будет а вот это накрутилось ну ладно сменим поводок за но уже пора бы вот значит так вот еще будет со специями история с история со специями будет такая что это будет фенхель анис вот такая вот так вот такая направленность те ребята которые уважают выдвижны brx например там должны будут оценить этот корм по достоинству также будет тема big fish как раз более крупная ну big fish то понятно просто чуть чуть крупнее фракция будет и корм будет такой направленности кукурузно-карамельный тоже важный момент вот я просто почему привожу примеры ну потому что так будет проще понять в чем логика вот есть такой потрясающий корм его кстати сейчас почему-то перестали возить называется он у сенсоса называется он как помо карп с sweet corn вот со вкусом сладкой кукурузы потрясающий же корм невероятный очень хорошо ловит рыбу хорошо очень хорош когда его добавляешь при ловле леща в небольшом количестве в основной состав просто супер вот у воды есть есть подобный корм называется если не ошибаюсь супер крек по моему называется тоже такое кукурузный лещи в восторг приходят когда немного добавляешь в общий состав и это потрясающая история то есть big fish будет приблизительно где-то отсюда сейчас мы рубимся пытаемся выйти на правильный состав корма который будет называться хардкор то есть это тяжелая база для ловли в реках то есть для речной рыбалки грубо говоря мы можем взять одну пачку лещового корма и одну пачку от хардкора и для того чтобы корм утяжелить чуть-чуть залепчить но при этом у него нейтральный вкус нет ярко выраженной вкусовой идентификации чтобы он просто сочетался с разными кормами и подходил под все условия то есть неважно там это будет например там условия когда нужно корм посолонее корм посла же вот такой универсальная добавка для того чтобы превратить прикормку в более речную особенно это важно будет ребятам которые ловят на потоковых таких реках то есть проще говоря сейчас работаем именно над кормами по хорошей классная рыболов он такой именно рыбацкой рыбе не тут не то что банальная история там карась написал на пачке карась и спон там ловить карася но это что полная чушь количество плотвы которая поймал на красивую прикормки и количество лещей которые поймал на плотвяные прикормки не соизмеримо поэтому надпись на пать на пачке что она на карася ну на мой взгляд это чистая профанация потому что карась эта рыба которая клюет на то что посчитает нужным в одном в доме на клубнику в другом на чеснок от этим на керосин а в четвертом на те корма которые даже название не могу сказать потому что ну просто чтоб подумайте что неприличный человек когда произношу эти названия кормов вот поэтому я исхожу из того что в целом априори вот есть рыбы такие как лещ карась карп там язи головли то есть вот та рыба которая грубо говоря там 400 плюс весом крупная рыба по фидерным меркам и уже доходя там совсем больших рыб там 32 килограмма два с половиной но такие крупная фидерная рыба и вот я хочу адаптировать корма под ловлю конкретно вот этой истории чтобы мы приезжали на рыбалке с вами и просто кайфовали от того что к нам приплывает на стол хорошая приличная рыба ловили и и обязательно выпускали поэтому вот приблизительно концепция вот такова сейчас тестируем сейчас конечно весна сейчас определенный тип кормов решает летом будет своя история мы не торопимся конечно же закинуть прикормки в рынок там идти срочно там заработать на этом миллионы нет конечно пока не добьемся того результата который нам нужен пока я сам эти прикормки не буду верить вот мы их не запустим и сейчас дизайн упаковочки делаю новый такой интересный красивый нарядным то чтобы вот вот глаз радовался ведь на рыбалке все должно быть прекрасно ровно как и в человеке и душа и тело и содержимое и оболочка на рыбалке должны быть прекрасно поэтому неспешно с чувством расстановкой трудимся пока мне вот я результатом доволен нормально поклевывает рыбка все хорошо плывет клюет но хотелось бы конечно покрупнее еще увидеть рыбку я наслышал что здесь они в общем-то присутствуют если конечно ребята меня не обманывают которые здесь раньше ловили но пока вот подлещики нарядные такие приплывают хорошо кто-то там пристраивается к насадочке теребоникает контакт 2 ну а завершить так сказать действие мощной поклевкой очень деликатно на самом деле подлещики я не могу сказать что они прям рвут все равно аккуратно рыба зерна речная рыба торопится а озерная рыба нет озерная рыба время есть течение не уносит их пищу куда-то вдаль так чумни тут это утонка возникла танка возникла вот поэтому в этом кардинальное отличие речной рыбалки от озерной доложишь на озере рыба никуда не спешит на озере например категорически нельзя упороть точку всякими ненужными пищевыми компонентами вот ну просто нельзя нужно очень аккуратно добавлять все что ты считаешь нужным там на мотыля парыша почему потому что это все останется на точке в реке же наоборот это все носит течением грубо говоря . постоянно не то чтобы обновляется но она рано рано или поздно всегда приходит первоначальный к первоначальному виду то же самое касается поклевки на реке поклевки агрессивные рыба торопится схватить насадку клюет на более толстые лески более крупные крючки на более крупные насадки а вот чего нельзя сказать об озере очень часто бывает так что небольшая небольшое изменение в размере к насадке там или там чуть-чуть поменял толщину лески и уже получаешь совсем другой результат то есть озеро требует повышенного внимания к деталям речка более грубая в этом плане у речки есть свои сложности например это положение по течению грубо говоря не где-то даже не прессинг а это скажем так кто стоит первый на раздаче то есть если опытный мастеровитый рыболов находится ниже по течению он всегда будет иметь не как некую некоторую фору и рыбу придется баллада долавливать из-под него потому что он будет стоять по трое ниже и подбирать рыбу которая плывет быстрее если он все делает правильно и у себя рыбу останавливает то сидящему по течению выше человеку будет сложнее поймать рыбу перетянуть у него как правило это только на ошибках можно подлавливать то есть грубо говоря должна произойти там или обрыв какой-то или к это трабл или к эта проблема чтобы рыболов сидящий чуть ниже по течению сделал паузу перестал кормить перестал ловить поменял дистанцию тогда можно отобрать рыбу или но если у него хороший корм если он все делает правильно подает компоненты правильно не размазать свою рыбу все реализовывает то крайне сложно ловить в таком прессинге на реке в озере же все гораздо проще в этом плане потому что рыба может заходить с большой воды вот у каждого может быть своя рыба ее можно даже не тягать друг у друга каждому приплывают своих своя там стайка и в этом плане озера легче в плане прессинга плюс ты на озере всегда можешь уйти дальше ну вообще выйти за за зону в которой ловят все речка такого может но не позволяет почему потому что на реке полоса ловли она ограничена то есть рабочие перспективные точки как правило особенности сильный поток они бывают где-то в районе бровок то есть они это нормированная история ты не можешь на речке просто зачастую не можешь просто взять там и там отмотать там 10 метров и куда-то там уйти если это конечно просто не полив какой-то там речка так не работает в речке есть вот прям определенные полосы зачастую когда рыба ловится по ним ближнячок там средней дистанции там с бровочка там русловая часть там 2 бровочка то есть речка такая а на озере чё стал 30 метров ловишь ловишься с тобой на дистанцию стали 30 метров ушел там на 35 чуть дальше ну ловишь за всеми к тебе раз опять все подвинулись то не вопрос на 60 на 60 тоже можно ловить ну то есть понятное дело что тренировки показывают где лучше клюет но тем не менее история озерной рыбалки она в этом плане гораздо проще ухо вот эта подача удочку аж смыканула я даже не понял что это было это была такая дурная поклевка с на хвост налета прям вообще такая не лещова я бы даже сказал такое ощущение что там кто-то кто здесь у нас да нет маленький козлик а клюнул как взрослый за верхнюю губу засечка оригинально а не пойти ли нам от обратного и не попытаться ли нам половить наоборот на маленькую насадку до 3 мотылика а почему нет есть больших рыб пока нету у гигантских прямо а клюют вот такие вот подлещики всякие разные почему не насадить 3 мотылика надежде получить более быстрый и уверенный отзыв с точки а ну-ка так что она на озерах крайне важно не нахламить на точке не насыпать туда то что не работает или не насыпать туда то что работает в излишних количествах что немаловажно потому что мы часто мы же как люди мы же мы же люди мы мыслим как люди мы что думаем мы ловим рулит мотыль так предположим там дал щепоточку мотыля и у тебя поклевка дал щепоточку мотыля и у тебя поклевка как мыслит человек о класс рулит мотыль надо больше мотыля потому что это жадность потому что человеку это свойственно а в природе все происходит ровно потому что мотыля там столько сколько нужно для того чтобы рыба вот так вот клюнула поэтому на рыбалке мысли человеческими критериями не совсем правильно на рыбалке происходят какие-то позитивные изменения ровно потому что сейчас там на момент поклевки то что мы даем находится в необходимой пропорции это было это балансная история вот она про это так дугу подулась и и мысли человеческими критерий критериями не всегда верно то есть типа рулит мотыль бы еще больше мотыля рулет червяк еще больше червяка потом бац хлоп вырубилась . отчет перекормил потому что это чисто человеческая история жадность животным она не свойственно опачки на три мотылика какой-то там козлик пристроился маленький а сейчас посмотрим кто это у нас теребоник да совсем клоп будущий лещ а пока это под бремес вот такой паренек плыви возможно с тремя мотыликами слишком быстро происходит уменьшение насадки прям общая микро рыбку дала да сейчас водичку будет мотыля поменять потому что она на солнышке нагрелась плюс кислород заканчивается в ней вот там важно что водичка была сюда свежая они тогда такие хорошие они становятся красивые и аппетитные кстати вот мы часто не обращаем внимание на цвет мотыля он имеет значение бат мотыль полежит и он становится такой ярко-красный прям вообще как он такой сияет аж прямо вот бывает мотыль такой темный почти черный такой бордовые вишневый темно-вишневый и я вам скажу друзья бывает что она ярко-красного клюет прямо сильно лучше или же наоборот вот этому тоже можно иногда уделять внимание когда мы ловим рыбу которая пытается уход мазанул сильная летела 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 дела были дела а потом бац и и в 100 ветерком сдуло этом на большой воде кормушку при ловле кстати всех видов этих лещей подлещиков свойства держать точку точно имеет большое значение то есть поэтому нужно всегда стараться ловить максимально точно когда ловишь этих рыб а настоящей воде так это вообще чуть ли не важнее чем прикормка которую мы используем сказал серёжа и кинул как рак вообще криво косо вот очень важно на стояке ловить точно просто капец как важно у меня моей практике были рыбалки когда по ощущениям назад там на дистанции метров тридцать ты чувствуешь что ты мажешь там не знаю там по ощущениям может метра два полтора она то с берега кажется что это все 50 сантиметров ну в реале там два полтора вот и поклевку приходится ждать очень долго как только попадаешь хорошо точно чего-то запуталась за что не могу понять проще оборвать и перевязать петлю вот как только попадаешь точно поклевка есть по лещу только мазанул чуть сторону все он не спешит вообще он вообще не спешит переползти на точки поэтому на стояке точное попадание порой важнее чем качество прикормки и мастеровитые рыболовы которые ловят точно всегда имеет больше шансов отлично отловиться в отличие от ребят которые кидают как попало что в таких случаях нужно делать если мазанул непременно нужно неспешно не вытрушивая корму только чувствуешь ляпнул мимо аккуратненько об и подтягиваешь нас не постараясь не вытрусить корм в ярусе потому что это тоже очень вредная практика стягиваешь кормушку в сторону метров там на 5 на 10 уже и там уже можно ускориться со спокойной совестью дальше выматывать снасть уже с более высоким темпом самое главное не вытрусить корм недалеко от точки в ярусе и не медлить вот типа забрасываешь такой и вот этот момент соглашение самим собой типа такой то ладно подожду типа то ладно пусть постоит ну короче вот эта вся история это неправильно так не надо вообще безжалостно вот только чувствуешь мазанул мгновенно аккуратненько стягиваешь кормушку с точки трусишь мимо и уже там когда уже она там за зоной вот это вот опасно и все и продолжаешь ловить следующий заброс то делаем точно и все по-другому никак но это если речь идет о ловле конечно же там вещей тогда просто прям сильно заметно насколько при точной ловле количество поклевок и самое главное их скорость увеличивается если мазану будет ли поклевка да скорее все будет но вместо предположим там минуты или двух придется ждать 5 а бывает вообще темповая рыбалка когда лещи прям уже стали плотно в точку там уже с этим вопросом все начинает обстоять еще 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 веселее вы ребяту то есть грубо говоря лишь активный у всех клюет и сидишь ты и сидишь сосед рядом и ты ловишь и он ловит только он забрасывает минуту ждет палка уехала лещ а ты мимо клац две минуты и так реально на дистанции полчаса получается что у него там четыре леща грубо говоря там со всеми процессами всеми у тебя два лишь только потому что не точно попадаешь поэтому при ловле на стойке точность это прям вообще благодетель рыболова точность подачи корма кормушечка и это же касается не только право-лево а и ударов клипсу всегда должна быть определи определенная манера удара в клипсу не вот это когда типа забросил такой ой чё-то не долетает отвел палку бенч вот тут ударил в клипс ударил вроде бы как ударил но разница между . когда ударил тут и ударил тут это три метра так что право-лево и клипса всегда должна биться вот вот в одной в одном ритме в одной позиции бенч четко бенч четко это не значит нужно конечно клипса там шандарахнуть не так чтобы аж отлетела назад снасть нет аккуратно с госящим движением прям в момент удара чуть у руку капельку вперед тук положил тук положил и вот это важнейшая вещь можно до посинения просто читать мастер-классы рассказывать про прикормки про живые компоненты про волшебные удочки которые ловят сами одно в реале если идет неточная подача снасти все это не имеет неровным счетом никакого значения особенно в прессинге когда понятно я сидишь на рыбалке ничего не делаю как бы сидишь там балдеешь да там кить как как попало или когда рыбы напополам с водой такие тоже есть водоемы например на цимблу мы приезжаем когда там действительно такая рыбалка пофиг так кинул клюнула так кинул клюнула тут и все ну пока мы даму оп пока ловишь там ждешь пока сазан приплывешь приплывет разбираешь федерок и пытаешься федероком там ловить это без густера но и там клюет просто куда не забросишь везде клюет потому что это в их напополам с водой окей но когда это рыбалка с прессингом когда рядом сидят соседи коллеги рыболовы которые умеют там прямо нужно максимально щепетильно подходить к этому вопросу прикольная кормушечка катушечка это дайва она родом наверное из восьмидесятых даже элегантная такая я прямо получаю эстетическое удовольствие просто от того как созерцаю и такой дизайн стильный как вот этих машин того времени старые бэхи вот эти да я думаю что это год такой типа что-то в районе там восьмидесятых но не девяностые у меня есть катушки родом из девяностых тоже прикольные надо их будет на рыбалочке покатать в этом году так сказать прогулку на прогулку вывести но это прям кайфовая под легкую удочку просто супер снасть хорошая очень очень элегантно все получается умели же делать да и на автомобилях когда-то были двигатели миллионники вообще современный рыболовный рынок буду честен меня от него подташнивает потому что он стал каким-то быстрым скорым таким все вроде бы такое и и технологии казалось бы есть и средства рекламы из обалденные то есть информирование вот все казалось бы есть для того чтобы делать хорошие настоящие вещи настоящих вещей нет ну или крайне мало все торопятся все торопятся угодить потребителю который мечтает купить побыстрее подешевле не замысловато коротко я не знаю я не против так должно быть если на этой спрос значит это норм это нормально это же условие рынка но почему-то но есть же вот этот небольшой процент людей которые хотят купить что-то хорошее ну классную качественную вещь такую вот у которой есть душа который делал мастер не просто тяп-ляп побыстрее там чего-то там подешевле а бы побольше там лопатами разгружать там вот эти корявые непонятные удочки просто заходишь шабуловный магазин трусишь удочки думаешь что кто это делал зачем это сделано для кого это сделано вообще бред катушки которые служат пол сезона ну я для меня это очень странно все вот и самое главное ладно пусть это будет у этого же есть свой какой-то потребитель ну а где вот для тех ребят которые хотят что-то хорошее ну там ладно с в катушках еще можно найти там приличные катушки задорого там как-то постараться найти а удочки хорошие а почему нужно обязательно делать самую дешевую прикормку они же ребята которые хотят половить на прикормку более насыщенную наполненную с идеей не ребята хотят купить не ту удочку когда мечтали максимально поэкономить на всем на свете чтобы просто поместиться в чей-то кошелек а просто хотят ребята купить вещь которой пусть она будет стоить чуть дороже но она сделана продумано там работал дизайнер там работали технологи там работали ребята которые маркетингом занимались и работали ребята продавцы магазинах которые это все дело старались донести просто до конечно аудитории как-то так резко просто из жизни пропали хорошие вещи и я мы все мечтаем о том чтобы хорошие вещи были доступны по цене вот но получается что как-то не так получается как-то так просто появились в огромное количество дешевых вещей и стало очень мало хороших это рыбалка ты в целом вообще просто рыбалка стала дешевее дешевее она стала доступна простая вышла на между за современную рыбалку зовут эту рыбалку которая в свое время была андеграундом тот же самый фидер вспомнить фидер там 2009 года и сейчас посмотреть на фидер вот фидер перестал быть андеграундом он стал масса хорошо это или плохо нами хорошо но ведь крайности тут не нужны тут нужно чтобы осталось все равно пространство вот это тоже оставалось для души для полета для творчества есть такой обалденный бренд это крафт но это скорее не про фидер это про ловлю форели вот и старики то это японский бренд делают там удочки потрясающие воблеры боевики такие есть очень интересный воблер да он дорогой конечно да но то что делает боевик не кстати пауза на точке очень интересная может быть кто-то приплыл наконец-то и мы ему сейчас поможем маленькая подсадка я парик а вот и вот старики то это вот история про то как делается вещи с душой старые катушки кардинала бугарсия ты же берешь руки это же как не знаю это же как целая история вот старые фидеры хардики которые вот просто до харди когда ты делаешь харди ты на рынке не выживешь это не про бизнес же история на самом-то деле гораздо больше можно заработать делая какой-то хлам в огромных количествах пытаясь угодить просто людям которые не хотят тратить деньги на снасти а бы шо строй непонятный сборка швах вообще вот разработана неизвестно кем подключить вообще эти удочки разработали люди которые на рыбалку не ездят хотя должен сказать что и среди наших братьев фидеристов есть немногие разбираются в удочках многие ловят удочками разными но сути принцип это чуть поглубже тут нужно чувствовать понимать как и что вот так вот вот это крафт это история про то как делается снасти с душой старая бушка такая же история хардики вот эти до луп сильный очень бренд тоже вот такой вот тот самый галя лумис про которого все спиннингисты говорят но тот самый старый вот в нашем мире это василя не хватает потому что этого перестала вообще быть место какой-то дикий шарпотреб сплошной чет я взгрустнул чет я чет я приуныл пацаны но ничего есть выровнять чуть-чуть немножко есть такая штука в этом мире как кладовка и в этой кладовке порой могут лежать интересные вещи оп 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 поклевочка хорошие удочки строй такой конечно приятно очень ловить сражается кто здесь у нас ухты какая рыбка интересная какой интересный гость к нам пожаловал это не кто-то там а его величество рыбозагадка рыбозагадка по имени карась мечта всех рыболов планеты во всяком случае мне так кажется ухты какой борзики какой карась карась вот так тихо 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 успокойся 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 вот это он паузу и сделал вот такой паренек красавчик широкий такой для серебристого карася обычно они такие чуть чуть длиннее а тут вот такой парень карась карась все срочно корм называем на карася даже не даже не так лень а нормально без экстрактора можно лень лещ карась давай дурочек плывешь я оставлю подсак пока буду наживлять червяка ты там постой немножко и уплывай опа ну плыть будем не дружок ладно хочешь заглубиться не вопрос красавчик сам дорогу домой нашел крутая рыбалка так лещики есть лень есть карась есть прямо разнорыблица и густера еще было так 4 вида рыбы сегодня пожаловала на наш стол и так в итоге что писать на пачке на леня на карася на вещах на кого сложный вопрос вот вот хорошенький есть круциан на буржуйском карась круциан на французском прикорм как у на карася называется карасин а по нашему карась мы когда на карповых соревнованиях ловим мы серега их назовем коррупционер не знаю почему так повелось потому что вот на рыбалке на обычно на фидерной карась в радость как бы классная рыба супер вообще супер все классно а вот на карповой карась прям выбешивает особенно бывает ночь и ты ждешь этот проход и карпа а они как с цепи срываются эти караси начнет клевать просто и ты в пол ночи не спишь потому что поклевка вылазишь карась поклевка карась поклевка карась и в итоге к утру такой просыпаешься там всего на всего два двух карпа поймал вместо там десяти а во время прохода просто карпова повисают караси и все и ничего нельзя подделать поэтому на на карповых рыбалках они капец как подбешивают а на фидерных красота карась рулит контакт ветерочек немножко раздулся рябь начинает идти опа 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 рыбка клюнула ну очень аккуратные поклевки прямо очень аккуратно лоб красавчик красавчик хорошенький тюх 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 все это отцепился да вот такой паренек хорош хорош так мордаху свою высовой так ну чё ты притворился мертвым притворился мы на такие вещи не ведемся хороший подлещик скажем так под бремес красота весь меня заслюнявил еще не весь меня а всего меня заслюнявил как мог обязательно нужно всю историю всю эту слизь счищать с поводка весенняя рыбалочка ну чё просто супер так где у меня тут лесочками просто супер отлично рыбка клюет комфортно не глубоко недалеко не холодно не жарко что еще нужно еще налегке без каких-то там этих бешеных так хочу хотел я хотел попробовать они с фенхелем нотку нотку специй небольшую нотку специй добавить торопиться некуда не на соревнованиях кормушечку можно потрусить по рыбе упала прям видно было как квертип качнула удочка чувствительно очень даже ощущение было такое ну как в руку даже слышно что на падение на приводнение точнее по пути ко дну кормушка прям тук ударилась потом тук тук ударилась то есть в ярусе какая-то рыбка есть пелагическая ну может не пелагическая лещи тоже могут кстати в ярусе спокойно себе находиться но какую-то рыба ударилась я думаю сюда надо будет навидаться чуть потеплее станет сладкий дырком посидеть пока пашется попытаться расколдовать этот водоемчик на предмет ловли именно на флэтик на попики на малюсенькие что мне кажется будет интересно с ночевочкой например выпулиться думаю было бы здорово неспешно так такой тип бушкрафтер скую вылазочку сделать сто пудов контактик небольшой кто-то там пробует чик поторопился я немножечко ой что за кошмар что-то снасть путается не могу понять почему уже который уже несколько раз да не пойму обычно ну как бы не должен вообще не должна но бывает такое как зарядится какая-то снасть по какой-то причине путаться и в клипс уж хорошо даю все как бы нормально должно быть почему-то не знаю и вроде бы восьми жильный шнур на шок лидере гладкий максимально причину причина неизвестна по крючочком сейчас что-нибудь подвяжем вот она поводочница 30 сантиметровой поводочки такие чисто на лещах я даже не помню с какого это турниру мне с прошлого года остались они а это скорее всего и как раз под заславль и вязал под под кубок фидербай где меня пригласили поучаствовать ребята юрка лесовский вот за них поиграть хорошего турнирчик ладно чё такое 5 петелька стянулась пока не расправишь не попадешь не сейчас о расправил долго поводочек натяжения поэтому в петлю их попадешь то где ты есть контакт красота конечно я уже давно помимо соревнований но на соревнованиях конечно это приходится вынужденная мера пропагандирую ловлю без садков потому что искренне считаю что на обычных рыбалках если конечно вот все они рыбоеды голделы а приличные люди а я считаю что рыболов спортсмен или рыболов который ловит спортивным образом и жрет рыбу хуже браконьера можете со мной спорить в комментариях до посинения но я считаю что рыболов использующий современные техники ловли рыбе не оставляет никакого шанса и поэтому чуваки которые посмотрят о кино а потом пойдут на торбят рыбы и сожрут ее скажем так ребята вы не правы давайте так деликатно скажем так вот а чё это взвелся то за норму вылова короче зло это братцы давайте выпускать рыбку и садки даже не надо использовать но это мое мнение поймал рыбку тут же выпустил поплыла дальше и слава тебе господи не сидит там садке не бьет себе перья не мается вот это бедолажно а в магазин можно прийти и купить там и хека и палтуса и семгу и какую хочешь таранничку ну вяленую рыбку какую хочешь вообще и самое интересное что она и завялено и может быть в сто раз вкуснее чем в домашних условиях получается недавно в контакт зашел и как увидел вообще местные рыболовы торбят елки-палки сироты голодные зачем столько рыбы убивать вообще этаж какая-то боль просто этот леща с нами перед нерестом клюет ему для него важно он там на жоре да просто беспощадно истребление рыбы на хрена чё за дичь такая вообще просто вот ну реально ведь по большому то счету браться мы же рыбу берем взаймы у своих детей ну вот взаймы у своих детей и которую мы поймали и сожрали наши дети не поймают уже никогда в жизни они же но они же не увидят если мы так будем делать и такой приходишь рыболовный магазин встречаешь человек он тебе жмет руку говорит здравствуйте мол 5 10 а потом покупаем мы с ним покупаем с этими ребятами под них магазинах мотыля парыша крючки там все такое прикормку а потом он приезжает на водоем и просто убивает сверх нормы рыбы которые должны были поймать его дети мои дети твои друг дети кто там смотрит киношку будет смотреть что дичь какая-то вообще на фига вообще я просто ну для меня это дико если честно я не понимаю не год тут пришел дед со своей старой там несколько тушкой со всеми делами и там торбит вот дед сколько поймаешь реально натуре все твое но когда ты приехал со снастями с платформой с кормом подкованные информационно умеющий ловить и жрешь рыбу от честно речную несчастных этих этих вещей у меня прям просто презрение пацаны вот вот я не знаю на философские темы размышляю под этим солнышком весенним ну прям вообще просто презеруха жесткая нет не имеешь права не должен забирать рыбу потому что так не надо делать потому что потому что так не надо делать просто потому что в 2023 году рыба это уже не источник пропитания вот это вот речная это не способ выживания кто бы мне что ни говорил во всяком случае человека у которого хватило денег на прикормку фидеры платформу это точно не источник выживания пропитания и рассказы про какие-то волшебные вкусовые качества и свойства этих несчастных лещей пацаны без обид какие там свойства есть промысловые виды рыб океанические которых добывают в огромных количествах он селедочку купили и слава ти господи волшебная полезная рыбка во всех отношениях мега топ коль уж рыбы очень хочется вот эти тараночные истории это прям боль вообще у меня из на меня от этого просто бомбит беспощадно понятное дело что нет кто я кому чтобы кому-то что-то там рассказывать и указывать я взываю просто к чувству совести не может рыболов спортсмен ловящие современно подкованные образованные экипированные забивая забирать рыбу с рыбалки нельзя потому что это нечестно так не должно быть резинку из трусов достал скрепку из тетрадки согнул макаронин то надел поймал рыбу забира не грех на такое если поймаешь прям вообще на резинку с трусов можно а вот когда у тебя фидер на удилище фидер на прикормка детали нюансы не по совести по-другому никак так сражается красавчик ух ты удочка отрабатывает бум-бум-бум так опа а то нас просто водорослю зацепил поэтому а такой паренек за мистер подвесчик хорошо сидит есть что друзья думаю надо собираться отлично рыбалочка вышла на сегодня так 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 все позировать будем отлично вышла рыбалочка прекрасные такие ребята ловились с вами был сергей попов рыбалка нового поколения всем мир труд май и самое главное друзья мои не забывайте выпускать рыбку друзья если вам понравился этот видеоролик ставьте лайк не стесняйтесь задавайте вопросы подписывайтесь на канал я уверен вас ждет много интересного пока м м м м м м Субтитры подогнал «Симон»